Друзья, всем большой привет! Я сегодня к вам с тортиком, который готовится без духовки и без выпечки. Получается он очень вкусный, готовится безумно просто, быстро. На его приготовление тратится не больше 15 минут, но и остается немножко подождать, пока тортик пропитается. Забирайте рецепт в свою копилочку. Для приготовления крема мне понадобится творог, у меня крупнозернистый, поэтому я измельчу его при помощи кухонного процессора до пастообразной массы. Можно перетереть творог через сито, но это более длительный и трудоемкий процесс. Дальше берем жирные сливки для взбивания жирностью не менее 30%, у меня сливки 33% жирности, они должны быть хорошо охлажденные. Я сливки всегда храню в холодильнике. Отмеряем нужное количество и взбиваем на небольших оборотах миксера. Когда сливки увеличатся в объеме, добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивание до образования пиков на поверхности. Вот так должно получится. В творог я добавляю немножко ванилина для аромата, затем буду вмешивать сливки в несколько приемов. Вмешиваю сливки на низких оборотах миксера, стараясь не перебить крем. Должен получиться однородный и очень вкусный крем. Сладость регулируйте по своему вкусу. Собираю торт я при помощи кольца от разъемной формы. Кольцо я обернула фольгой, дальше выставляю вертикально шоколадное печенье, хорошенько промазываю его кремом и дальше буду чередовать слои. Сначала слой из шоколадного печенья, затем выставляю светлое печенье, таким же образом выставляю его по вертикали и обильно смазываю кремом. Крем не жалейте, его получается достаточно много. Все продукты я указываю из расчета размеров формы. Форма у меня диаметром 18 сантиметров. Если будете брать форму большего диаметра, тогда соответственно нужно увеличить количество продуктов. Сверху торт я тоже хорошенько промазываю кремом, заполняю все дырочки, которые имеются и вот так должно получиться. Остается тортик только украсить. Из остатков печенья я сделала крошку и украшаю тортик именно этой крошкой. Вы можете украсить торт по своему желанию и по своему вкусу. Сверху я выкладываю кусочки шоколада, по центру посыпаю дробленым шоколадом и убираю торт в холодильник на час-полтора, для того, чтобы он пропитался. Затем снимаем кольцо от разъемной формы и подаем тортик к столу. Тортик получается очень симпатичный, вот такой вот он красавчик, посмотрите. Режется торт легко и просто, мягкий, очень вкусный, готовится быстро, просто. Всем рекомендую попробовать приготовить по этому рецепту, тем более, что летом духовку совсем включать не хочется. Желаю вам приятного чаепития, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!